Уровень реальных зарплат упал на 0,3%. С таким заявлением выступила газета «Коммерсант» со ссылкой на один из докладов Высшей школы экономики. По информации федеральных СМИ, в ряде секторов производства падение составило уже 3-4%. Это по России в целом. О том, как дела обстоят в Забайкале, мы спросили у работников Крайстата. Там нам сообщили, что реальная зарплата в крае с января по сентябрь выросла на 0,9%, по крайней мере, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако для ее падения есть предпосылки. В номинальном выражении рост зарплаты, естественно, наблюдается. На реальный размер заработной платы влияет темп роста зарплаты к соответствующему периоду прошлого года и индекс потребительских цен. Если он будет, конечно, у нас расти дальше, то, естественно, реальная заработная плата у нас будет снижаться. То есть снижается не зарплата, а темпы ее роста, а цены, наоборот, растут. Таким образом, потребители способны купить все меньше и меньше товаров. И это несмотря на рост зарплаты как таковой. Хотя, по словам вице-президента торгово-промышленной палаты Забайкальского края Андрея Маркова, работодатели знают, как сэкономить и на заработных платах сотрудников. Давно нашли такую хитрую лазейку, как стимулирующие выплаты работникам. То есть эти выплаты в виде премий, различных бонусов, процентовок. И в настоящий момент, да и не только в настоящий, до этого предприниматели пользовались этим. Когда предприятие получало меньше доход, они уменьшали эти выплаты. Правда, по словам Маркова, это имеет скорее положительный эффект для краевой экономики. Недовольный зарплатой человек быстрее решится открыть свое дело, что благоприятно скажется на мелком и среднем бизнесе. Но что делать людям, не собирающимся заниматься предпринимательством? Между тем, по прогнозам специалистов, в 2015 году реальные зарплаты упадут больше, чем на процент. Это приведет к сокращению реальных доходов населения и снижению спроса, что нашей экономике будет уже никак не в плюс.